в этом году я решила помимо обработок медным купоросом весной и осенью использовать еще в своем саду профилактическую обработку и препарат который я выбрала для этой цели это фитоспорин м ну выбрала его потому что это биологический препарат биофунгицид нет у него периода ожидания то есть как это называется нет срока ожидания продукцию можно употреблять в пищу в день обработки то есть он не токсичен и плюс еще слабо токсичен мало опасны для пчел этот препарат значит концентрацию он еще бывает в порошке и по моему и в этой в пасти такой пластинки коричневым там проблемы с разведением тяжело разболтать приходится поэтому я решила попробовать вот порошок купила в принципе вот развелся нормально и вот видно то что там написано гумата там вот вот такие черненькие вот эти вот кристаллики я так понимаю что это раз гумата есть вот то есть высыпала порошок концентрацию я взяла самую высокую из предложенных 10 грамм препарата на 5 литров воды я буду делать 10 литров поэтому выспал сюда две пачки чуть-чуть вот разумела воды так размешался сейчас еще чуть-чуть добавлю воды еще чуть-чуть размешаю и уже вылью в опрыскиватель и доведу до 10 литров такой момент маленький этот препарат надо готовить за один-два часа разводить водой за один-два часа до обработки ну понятно да чтобы весь раствор успел там эти бактерии успели активизироваться как-то начать свою жизнедеятельность вот и разойтись по всему объему а ну вот и вот в порошке в пасте в пластинках и по-моему даже в жидком виде он тоже есть отзывы неплохие препараты у себя пока его не использовала посмотрим как вот он будет держать сад в течение сезона поливать обрабатывать раствором фитоспорина опрыскивать буду ровно все те же растения которые обрабатывала медным купоросом плюс травянистые многолетники которые склонны по крайней мере у меня грибным болезням это флоксы клематисы клубнику обработаю так и наверное из многолетников все начну вот со смородины золотистой я когда ходила по саду заметила у нее вот такие вот листья я думаю что это бокальчатая ржавчина растение пока справляется то есть вот молодые листья пока не повреждены но поскольку сигнал поступил значит эти растения более пристально беру на контроль но и поскольку бокальчатая ржавчина она также крыжовники и смородины очень любит то их тоже обязательно ну в общем как я уже сказала все то же самое что обрабатывала медным купоросом плюс некоторые стремнисты многолетников вот еще даже не стемнело я обработку закончила спать буду спокойнее по идее этой обработки хватает где-то на 10 14 дней я планирую проводить обработки раз в месяц и хотела заострить внимание что этот препарат фитоспорин это препарат профилактический то есть если уже где-то сильно пробило и прямо таки уже серьезно обстоит дело вот то фитоспорином уже не обойдешься уже нужно что-то иметь содержащие ну это же бордосская жидкость например и вот наверное пожалуй не помню говорила или нет что фитоспорином раствором фитоспорина можно и землю проливать в случае если какие-то подозрения на корневые гнили или если комплексно воздействует на какое-то растение то есть если видно что понятно что грибковое заболевание но непонятно его происхождение то подстраховаться можно и землю пролить